Ты вскоре будешь читать для диалога в пространстве лекцию про движение рок-н-позишн в разрезе какой-то, скажем так, левизны этого движения, как я понимаю Есть, предположим, несколько способов говорить о политической направленности того или иного музыкального произведения, в принципе Можно усматривать самую политическую направленность в тексте, если он в произведение включен Это наименее интересный подход, наверное Можно рассматривать какие-то внешние политические заявления авторов Можно анализировать их положение в рамках музыкальной индустрии или в рамках общества как такового Можно сконцентрироваться на анализе тех конкретных ситуаций, в которых музыка производится и воспроизводится Ну, как скажем, в очевидном случае скретч-оркестра, как Корнелиус и Кардио с абсолютно горизонтальной организацией музыкального производственного процесса Ну, а касательно воспроизведения музыки, ситуации какого-то свободного распространения, например Какие из этих подходов или, может быть, какие-то другие подходы к речи о политичности музыки кажутся тебе плодотворными и какие из них задействованы в этом высказывании о том, что рок-н-опозишн это левое музыкальное направление? Ну, во-первых, я не думаю, что... Ну, вернее, я думаю, что любое из озвученных подходов может не противоречить любого из других также озвученных Они могут существовать вполне параллельно Ну, безусловно И почему рок-н-опозишн можно назвать левым? Да потому что как раз нельзя назвать левым Дело в том, что это политическая ориентация, которую они привели на самом деле лишь в какой-то момент своей истории Лишь спонтанно образовав движение, более того, в виде организации, в плане организованных движениях Которое общало конкретные цели Возникла на фоне ситуации, то есть общественная ситуация, о которой ты упоминаешь То есть это ситуация рынка, которая наводит на мысль о том, как вообще мы рассматриваем, к примеру, известность или знакомство слушателя, в данном случае слушателя, тем или другим подходом к музыке Левым рок-н-опозишн, например, с точки зрения панк-музыки называть нельзя Все равно то, что они вбирали в себя какие-то элементы панка музыкально Но интерес к этому движению конкретно Лично у меня родился именно из понимания того факта, что они вовсе не пытались аккортизовать себя как левое искусство А они лишь создали музыкально-политическое движение, которыми преследовало вполне конкретные политические задачи, продолжая создавать свою музыку Они были совершенно независимы даже от того, о чем, собственно, они пели, как ты говоришь, да? То есть если они вообще пели, они пели нечасто И различия между музыкой и политикой проводили таким образом, что само нахождение в движении даже не предполагало определенной политической ориентации Тем не менее музыканты обладали творческими амбициями и были доручены тем обстоятельством, что их положение в информационном поле, так сказать, немного ущерблено, ущерблено даже Они не могли бы додаваться до слушателя И в данном случае левизна только в том, что она проявляется исключительно только в борьбе с музыкальной индустрией, официальной музыкальной индустрией И, наверное, вот этот подход наиболее интересен именно по этому револю То есть очень легко говорить о панках, которые поддерживают некую культуру Речь идет о совершенно другом О том, как подобного рода музыкально-политическое движение того или другого сорта, из тех других способов, озвученных так же, да? Может быть политическим, художественным и не редуцироваться до субкультуры Рио, на мой взгляд, показали пример того, как это возможно Более того, мы даже не вполне, кажется, до сих пор исторически допонимаем, насколько велики последствия В этом разрезе речи о политичности музыки, какой бы то ни было Я бы хотел поговорить с тобой о трех ситуациях, которые с Рио напрямую не связаны Но связаны именно с проблемой музыки и политики В качестве первой из этих ситуаций я назову ситуацию Капитана Бифхальта и его знаменитого альбома Траут Маск Реплика И это как раз к разговору о музыке и политике, о политичности музыки как производственного процесса Потому что Траут Маск Реплика создавался как такой альбом абсолютно авторитарный Можно его сравнивать с авторитарными режимами, можно его сравнивать с, ну точнее не его, а ситуацией его создания С каким-то диким капитализмом и гиперэксплуатацией наемных работников Так или иначе, как эти вещи могут влиять и должны ли они влиять на восприятие самой музыки? Собственно, да И возможно ли тут какое-то там осуждение, например, или какая-либо еще реакция? Я не считаю, что должны В том смысле, что они не должны В данном ключе Политику и искусство отразделять Дело в том, что я понимаю Музыку в том числе как Как искусство, в том числе как форму познания Возможно, в одном смысле достаточно консервативен Дело же состоит в том, что Если искусство Может обойти без политики То политика, к сожалению, зачастую Обходится без познания Вот этот Парадокс Наверное, и порождает Твой вопрос Как я могу это Понимать? Я Читал об истории создания Траутма Скреплика Ну, а вот что ты имеешь в виду Когда говоришь Тритарным способом создания этого альбома Когда речь идет просто О некоторой стратегии Со-творчества Которая может быть необходима В данный момент Именно в данном случае Я пока не могу не уловить Ну, это стратегия Основанная Сознательно На тактиках Таталитарных сект На самом деле Насколько я себе вообще представляю Это Опять же Не могу вполне себе понять Так же, как Капитан Рифору Так же, как Фернзапов Все они Секты не основывали Они основывали на лаборатории Лаборатории Естественно Должна была иметь в себе Чье-то лидерство Либо Чью-то хотя бы Идею Ну, едва ли Капитана Больче Сердцу Можно назвать Слишком тоталитарным человеком Да Если даже Что-то тут Если даже Даже Мне кажется, что Просто Это Ультрапоитическая Интерпретация Вот Художественного процесса Она Не Не вполне Допонимает Того Как искусство Политики Вообще Могут пересекаться Если вы знаете группу Джет Ротал То есть Понимаете, что Джет Ротал Это Ян Андерсон Если бы не был Ян Андерсон То Не было бы Джет Ротал И Его Подход К творческому процессу Стоял в том Что Просто Какой-нибудь Мартин Бар Его гитарист Выкидывает Идею А Андерсон Сидит И Что-то с ним делает В итоге Он сочиняет музыку Бывали другие Другие формы Творческого Творческого Труда Достаточно Коллективистские Но я не считаю Что иерархию Между ними Необходимо выстроить Во-первых Я не считаю Что различия между ними Нужно проводить Иерархически И Чрезмерно Политизировать Саму Художественную Стратегию Туре Другую Что ты Скажешь Ну Собственно Ровно таково И моё мнение И Мне здесь Кажется Гораздо Более Важным То Что Музыка Получившаяся В результате Этого Ну и Других Экспериментов Капитана Бифкальта Абсолютно Маргинально И Хотелось бы Рассматривать Прежде всего Ту ситуацию Которая Связана С маргинальностью Этой музыки И её Взаимоотношениями С музыкальной Индустрией И Именно по этой Причине Капитан Бифкальт При том Что все эти методы Называются Авторитарными Ассоциируются С Нелевыми По политическими Направлениями А вот Несмотря на это Он был очень важен Например Для Криса Катлера Более важен Чем Кинг Кримсон Например Вот Ну У меня было Ещё две Ситуации Которые Я хотел бы Рассмотреть К этому Разговору Пожалуй Я начну С Предложения Недавно Прозвучавшего В Фейсбуке У Анастасии Старых И Эмилии Наврузовой Вот Это Предложение Стало быть Обратиться К Администрации Нижнего Новгорода Чтобы Та выделила Средства На Выступление Группы Радио Хэт На Дне Города В 2017 Году На площади Минина Ну Я уже тебе говорил Что При Все очевидные Благонамерности Эта инициатива Чисто Стратегически И политически Она Не Может Реализовать Собственно Музыкальные Политики Думать Что Если В Нижний Новгород Приедет Радио Хэт И Тем самым Увеличится Какой-то Объем Знаний Скорее всего Это просто Будет Популярный Концептор Радио Хэт Группы Популярные Едва ли Это будет Некое Вот То самое Культурное Замепротновение Которое Приседлив Час Истерио И По своей Логике Инициатива Она Хоть Хороша В Своей Оболочке Идет По некому Вот Реакционному Пути Как мне кажется То есть Этот путь Опять же Приспособленческий Он не Ну Грубо говоря Не революционный Если понимаете Вообще Революционность Как Любой факт Сознания И Продолжающийся В будущем Я вообще Не понимаю Что может Случиться Из-за Презда Раёха От Нижнего Городства Нижнего Города Страной Обществом Которым Её Населяет Влеко Представить Себе Как Администрация Нижнего Города Соглашается Эту Инициативу Поддержать Но При этом Обставляет Весит концерт Матрёшками И балалайками И делает Его Каким-то Праздником Так же Как Приезд Дипёрпу На какой-то Концерт Чтобы они Сограли Смок В присутствии Медведева Мы можем Перейти Сейчас К третьей Ситуации Третью Ситуацию Я тебе Предлагаю Как Раздешника Раздешнику Это Ситуация Группы Аркадий Коц Это Левая Группа Которая Играет Достаточно Конвенциональную Музыку И Конвенциональную Еще и В том ключе Что она полностью Соответствует Представлениям О том Какой должна быть Левая музыка И какой она Должна быть Чтобы Агитировать Чтобы Пропагандировать Левые Как ты Относишься К такому Подходу Насколько Он может Быть Плодотворным И В чем Принципиальное Отличие Между ним И Собственно Да Темой Твоей Лекции Я Получил Такой Подход Не от Того Что касается Непосредственно Предметы Этой Предполагаемой Лекции Оттого Насколько Мы Опять же Представляем Себе Разрыв Или Различие Между Политическим Действием И Эстетическим Я думаю Что Группа Аркадий Коз Став Который Входит Наш Став Ближайший Товарищ Проделают Важную Работу Естественно Очень Сомнительно То Насколько Она Может Быть Быть Теоретически Общедоступной Потому Что Наверное Неправильно Считать Что Если Играя Дворовые Песни С Содержанием Социалистического Анархического Феминистского Характера Можем Добиться Распространения Этих Идей В обществе То Наверное Это Наверное Не очень В целом Хорошо Но С другой Стороны Наверное Это Более Честный Подход Нежели Нежели Некое Превращение Искусства В субстанцию Выражающую Политические Идеи Группа Аркадий Космос Не претендует На такое Она не претендует Как собственно И является Она музыкальной Это политический Проект Товарищи Более-менее Играют То что они Играют Целью Является Политическое Высказывание Оно Не Настолько Сплетено С Задачей Какого-либо Самовыражения Как это Происходит Допустим В той же Панк Субкультуре А значит Это Все же Наиболее Честное Честное Подход На другой Стороне То О чем Я собираюсь Говорить Если Мы будем Рассматривать Аркадий Космос Музыкальные Явления То Вряд ли Вообще Мы Учитываем Задачу Такого События Как Аркадий Кос И Такого События Как Аркадий Наоборот Совершенно Другие Цели Политические Музыка Является Второстепенной Это явная Самомузыка Следует Наверное В СМП Примем О чем Это речь Насколько Такой Подход Может быть Правомерным Вообще Использование Музыки Как Сугубо Политического Агитационного Инструмента На Каком То Уровене Может Будь Использован Совершенно Правомерно При Условии Что Сама Музыка Не подменяется Таким Подходом Который Как я уже Сказал Не является Вполне Музыкальным Музыки Относиться Таким образом Что Она должна Что-то Все время Высказывать Вообще К искусству Все время Высказывать Что-то Политическое Обязательно Нет Это Сталинизм Получается Да Воля Того Музыка И воля Волю Искусство Высказывает Политическими Тогда Когда Она Просто Понимает Скорее Своё Общественное Положение А не Тогда Когда Она Говорит Общественном Положении В идеологическом И теоретическом Ключе Но Такой подход Как я уже Сказал Пожалуй Что В условиях Отсутствия Допустим В нашей Стране Такой Музыки Которая Представляла С собой Действительно Музыкальное Значение Не являлось Никим Открытием Поиском Экспериментом Но При этом Высказывала Политические Идеи Соображения Наверное Он самый Пусть и Вынужденный Но По крайней Мере Верный Верный В смысле Того Что Дело Будет тебе Верно Ты знаешь Что делаешь Так же Как Хороший Музыкант Композитор Пусть Пусть Он Совершенно Политично Знает Что он Делан И поступает Тем самым Политично И парадокс В том Что Не парадокс Даже А следствие Фактически Которое Мы еще Не исследовали Не изучили Причем Мы даже Не можем Ему Вполне Принять Как данность Что Как раз Тогда Когда Человек Занимается Своей Проблемой У Политично Уже Осталось Только Сделать Любую Такую Деятельность Такого Такого Деятельности Политическим Вприятии Этого Как Политического Вот это Более Сложная Задача И Более Интересная Опять же Здесь вопрос О субкультуре Всегда Являющийся Неким Дном На которое Погружается Подобного Рода Творчество На котором Остается Потому что Глубже Копать Уже Некуда Эти примеры Тоже Есть Когда мы Говорим Про Левое Искусство Мы на самом деле Не понимаем О чем Говорим Я Не понимаю Что это Такое Левое Искусство Или Правое Искусство Я уже Об этом Сказал Об отношении Политики Искусства Как я Представляю Я Представляю Вполне Даже Традиционно Искать Консервативно Это Не мешает Моим Политическим Взгляду И Наверное Тут И Причина Подобной Интерпретации Которую Я предлагаю У меня Довольно Довольно Узкое Согласие Представления О таких Я Не считаю Что Та же Музыкальная Лаборатория Если она Организована По принципу Какого-нибудь Анархсиндиката Достигает Действительно Политического Эффекта В данном Случае Там Леванского И тем Что она Организована Только Таким Образом Это Неправда Ничего Она Не достигает Она Просто Показывает Пример Очередной Организации И Какой-либо Музыки Там Живописи Или что Чем бы Лаборатория Не занималась Они демонстрируют Своим фактом Своя существование В том виде В котором Она существует Следующий вопрос Будет О Очевидных Коннотациях Которые В связи С Роккан Оппозишн Появляются Связанных С Я уже Употреблял Слово Маргинальность Есть Еще Один термин С которым Хотелось Как-то Этот термин Разграничить Элитарность Вот Скажи пожалуйста Что ты думаешь О Границе Между Собственно Элитарностью И маргинальностью О том Как Роккан Оппозишн Эту границу Пытается Провести Интересный Вопрос Потому что Об элитарности Я еще не думал В этой Среди Но Если Начинать Говорить Об Роккан Оппозишн Наверное Как раз Стоит упомянуть Хотя бы Тот факт Что Формально Музык Который Сполняли Эти люди Можно было Отнести К некой Гипотетически Элитарному Среду Культуры Ну Искусства О культуре Говорить Не люблю И не люблю Культуру Вот При этом Они Припринимали Попытку Конечно же Эту границу Стереть Границу Между Элитарным И Каким-то Чем-то Нелитарно Популярным И Что самое Интересное Они Не являлись Маргиналами Наверное Это Препопытка Это Из их Отношения К Проблем Фактически Они Прилагали Сделать То Что Мы Могли Назвать Элитарной Музыкой Ибо Она Допустим Слишком Сложна До Восприятия Или Не может Быть Понято Как Нечто Услаждающее Наш слух Исключительно Услаждающее Наш слух В понятии Какого-то Наслаждения Но Они В манифесте Об этом Собственно И говорят Что Мы Должны Изменить Само Понятие Наслаждения Ведь Даже Популярная Культура Она Не существует Просто Как Эссенция Как То Что Является Таковым Таковым По существу Как будто Б можно Эту музыку Действительно Назвать Всерьез Изначально Популярная То есть Тем Что Заведомо Поймут Все Этого Действительности Нет Однако Существует Действует Происходит Преосуществляется Продолжает Воспроизводиться Воспроизводство Вкуса Который Обозначает Определенную Зону В эстетическом Поле Бытования Искусства Которые Оказываются Приоритетной Помимо Даже наших Собственных Соображений Она просто Подается В виде Знака Который Мы считываем Вместе С тем Как Мы должны Его Считывать Наверное Любое Движение В том числе Вот Наш С тобой Вынуждено Быть Какой-то Мере Маргинальным Просто В силу Собственной Экзотики Но Быть Маргиналом Который В своей Маргинальности Уже похож На некий Статус Маргиналов Я бы Никому Не советовал Лучше Оставаться Либо Маргиналом Либо Не Маргиналом Который Добивается Истребление Такого Преодоления Вернее Преодоления Такого Такой ловушки Как элитарность Элитарность Действительно Ловушка Она Ловушка Теоретическая Не 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 Говорит Ничего О том Что Действительно Становится Результатом Какого-либо Труда Наверное Наверное Так Это Может Сознать Какой Вопрос Еще Если Существует Ну То Стороны Рок Композишн Заключалось В Собственно В том Что Они Подвергали Сомнению Сами Категории Элитарного И массового Да Разумеется Да Это Самое Интересное Ну Обычно Говорят Об Элитарном И Популярном Да Ну Да Массовом Но Массово Но Элитарная Музыка Может быть Массовая Помним Примеры Когда Такое Осуществлялось Причем Посредством Тех Самых Популярных Средств Которые Применял Рынок В отношении Тех Или Других Явлений Например Как Когда Сложно Представить Себе Что Альбом Мелза Дэви Забичи Збрю Был Популярным Когда Мы сейчас Слушаем Вообще Непонятно Как Стал Платинов Альбом Группы ЕС Сказки Топографических Океанов Стоящих Из Четырех Пьес Лабиринтов Сидел В хитах Что называется Наверное Было Модно Слушать Такого Рода Музыку Даже Если Ты Не Понимаешь Люди Просто Дело В том Что Люди Они Даже Если Не Слушали Покупали Эти Диски Потому Что Принято Покупать Эти Диски Речь Не О музыке Речь И Именно О Рыночной Круговорот О Товаре Элитарность, даже если она может быть вообще употреблена как характеристика чего-либо, имеет дело лишь, раз уж говорить именно о эзотической стороне вопроса, исключительно с тем, насколько данное произведение требовательно к вниманию рецепента. Однако эта требовательность, которая и обозначает и маркирует элитарность, на самом деле не должна быть с элитарностью отождествлена. То есть, как раз когда мы, допустим, чаем изменения в обществе, мы тоже требовательны по отношению к нему. Почему мы требовательны в отношении того, чтобы люди слушали музыку, ту же музыку, а не использовали ее как фон, что мы обычно и наблюдаем. И это ведь требование не к людям, это требование к тем, кто создает продукт в том виде, в котором в нем уже заложен этот фон, эта фоновость. Фоновость тоже может быть политизирована, как там Эриком Сати, Джоном Кейджем, Брайаном Иной и так далее. Да, она может быть политизирована как афиша, но не как, скажем, материя. Материя. Материя требует другого. Материя требует, чтобы ее узнавали, и узнавали не по принципу узнавания как необходимости повторения, а как открытие, как то, что тебя встречает, как то, что работает, как то, что действительно стоит того, чтобы это могло быть увидено, услышано, опознано как, что бы то ни было, а не как то, что мы можем просто купить, как желание, законсервированное в виде в консервной банке. Это нечто другое. Материя.